На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись «Лекция Ирины Кулик» из цикла «Несимметричные подобия в музее «Гараж». Эдкинхольц, Грегор Шнайдер. Часть первая. Добрый вечер. Всем здравствуйте после каникул. Два художника, о которых сегодня пойдёт речь. Это достаточно мрачное искусство. Можно сказать, что оба они работают в жанре хоррора, оба они работают в жанре ужасов. И исследуют, потому что страх – это одно из, наверное, базовых человеческих чувств. Поэтому, как и другие базовые человеческие ощущения, это чувства, к которым культура многократно апеллирует. Это огромный жанр в литературе, в кино и в изобразительном искусстве. Жанр связан с переживаниями и исследованиями того, что такое ужас, что такое страх. Страх, как то, что связано с непознанным, связано с сомнением в том, что мир именно таков, каким он нам кажется на первый взгляд. Страх и ужас как некий моральный переключатель, потому что какие-то действительно ужасные вещи – это то, что вызывает не осуждение и не какую-то оценку, а то, что вызывает именно ужас, страх и отвращение на физиологическом уровне. Именно с этими уровнями работали и работают художники, о которых мы будем сегодня говорить. Оба этих художника – и американец Эдвард Кенхольц, скончавшийся в 1994 году, и вполне ныне здравствующий немецкий художник Грегор Шнайдер – работают в одном и том же, не только в одном и том же диспатриете, но и в одном и том же диспатриете. Кенхольц считается одним из основоположников этого жанра. Это действительно жанр, который стал, наверное, самым главным для искусства второй половины XX века и продолжает быть одним из главных видов искусства сегодня. То, с чем работает Грегор Шнайдер, тоже, наверное, может назвать инсталляцией, но это такая мегаинсталляция, это тотальная инсталляция, это гизамкостверк, это очень странное искусство. Связанное с определенным конкретным местом и с тем, как это место может обыгрываться. Соответственно, природа страха, с которой работают и Кенхольц, и Шнайдер – это совершенно определенный страх. Это страх, связанный не с переживанием того или иного события, не с ожиданием, не с тем, как мы реагируем на того или иного персонажа. Это страх, который у нас вызывает пространство, то или иное пространство. Прежде всего, это известная фобия, есть страх открытых пространств, агорофобия, есть страх замкнутых пространств, клаустрофобия, ощущение, с которым как раз Шнайдер работает. И, собственно говоря, то ощущение страха, давления, напряжения, саспенса, которые могут порождать те или иные пространства – это то, с чем работают два художника, о которых мы сегодня будем говорить. О том, что населяет пространство, кроме нас, мы приходим в пространство, которое уже чем-то заселено, в котором уже что-то присутствует. Поэтому подзаголовок лекции, такой приблизительный подзаголовок – это «Дома с привидениями», это вот этот самый Haunted House, дом, в котором уже кто-то есть до того, как мы туда вошли. Собственно говоря, про привидения, конечно, истории про привидения в буквальном смысле ни у Кенхольца, ни у Шнайдера не будет, но будет история о том, что уже обитает вместе до того, как мы туда приходим. Эдвард Кенхольц – американский художник, 27-й и 94-й год, то есть человек, чье отрочество пришлось на время войны и чье становление карьеры, когда он прославился, тоже пришлось на время другой войны, уже вьетнамской войны. И этот опыт мира, находящегося страны, находящегося в состоянии войны, у Кенхольца будет присутствовать во всех его инсталляциях, потому что это художник, который работает со страхами, это художник, который работает с фобиями. Но у Кенхольца страхи и фобия – это всегда страхи и фобии социальные, это образец абсолютно очевидного политически ангажированного искусства, но работающего с этой политической ангажированностью в несколько другом регистре, чем мы привыкли иметь дело с таким более современным активистским политическим искусством или политически ангажированным искусством. Это политическая ангажированность, работающая на аффектах, работающая на ощущениях. Кенхольц – художник-самоучка, он вырос и родился в такой самой, что ни на есть, настоящей американской провинции, он вырос на ферме в штате Вашингтон, не в городе Вашингтоне, а именно в штате Вашингтон. Никакого художественного образования он не получил, то есть он учился в колледже, но он не закончил колледж, у него нет диплома, не было никаких дипломов. И гораздо более важным для него опытом был не тот опыт, который он получил, обучаясь недолгое время в художественном колледже, а тот опыт, который он получил, работая на ферме. Он прекрасно разбирался в механике и в столярном деле, то есть это был такой человек, умеющий мастерить и работать руками. И поэтому то, что он стал делать, объекты, инсталляции, ассамбляжи, с которыми он стал работать, это во многом результат просто его умений, профессиональных его навыков и его умения работать с материалами. То, что он одновременно с Раушенбергом, о котором мы говорили на одной из наших предыдущих лекций, это художник, который стал использовать в своей работе абсолютно все, то, что он находил на блошиных рынках, то, что он находил на помойках. И комбинировалось это все опять-таки со слепками, с отливками живых тел, со слепками, сделанными с моделями, поэтому искусство, которое мы увидим, одно одновременно выглядит и достаточно, так сказать, это одна из, в духе Швиттерса и в духе Раушенберга, это одно из продолжений исследования темы мусора в современном искусстве, что такое мусор, что такое ссор, что такое отбросы. Но одновременно это мусор, ссор и отбросы, которые очень сильно связаны с физиологическими переживаниями и с переживаниями, что такое человеческое тело, как человек соизмеряет себя с этим мусорным миром, с этим странным потоком ссоров, в котором он оказался, и в какой момент сам человек превращается в этот ссор. Вообще, во что превращается человек? Потому что, конечно, искусство Кенхольца, это искусство, связанное, как и искусство сериалистов, во многом, которому он отчасти наследует, это искусство, связанное с переживанием темы метаморфоза превращения, превращения всегда достаточно жуткого и мучительного. С 1972 года Кенхольц делал все свои работы в соавторстве со своей женой Нэнси Рэддин Кенхольц. Собственно говоря, поэтому все работы, о которых мы будем говорить после 70-х годов, это работы, сделанные двумя художниками. То есть это все равно традиционно подписывается Кенхольц, но Кенхольц в данном случае это имя двух художников. Так же, как Кристо и Жан-Клод, о которых мы говорили, это пара художников, и это всегда двойное авторство. И сейчас она продолжает, по-моему, что-то делать самостоятельно, вдавая Ду Кенхольца и занимается его наследием, организатором его выставки, естественно. Не так давно у него, по-моему, прошла такая большая ретроспектива, переезжающая. Ну, начинает он, первое, что он делал, он почти никогда не занимался живописью, и первое, что он начинает делать, это скульптура ассамбляжа. Скульптура Эда Кенхольца «Джон Доу», 1959 год. Скульптура представляет собой детскую прогулочную коляску, в которой сидит мужская фигура, манекен без рук и ног. Вместо спинки у коляски плоский серый булыжник. По манекену и булыжнику стекают полосы краски тёмно-синего, белого и красного цветов. Торс манекена выкрашен в жёлтый цвет. В груди у манекена высверлено круглое отверстие, внутри которого виднеется крест. От отверстия в разные стороны отходят плоские жёлтые лучи. Из отверстия стекает красная краска. Черты лица манекена прорисованы чёрной краской. Скульптура – вот одна из его первых таких уже классических вещей. Джон Доу, как вы знаете, по американским сериалам, это обозначение анонимного, анонимного истца в суде, пациента, у которого нет памяти, который не может вспомнить, кто он такой, неопознанного трупа и так далее. То есть это некая фигура для обозначения анонима. И вот такой персонаж, который анонимен, который собран из различных частей, который собран как ассамбляж, но манекен, но манекен при этом такой вопиющий, пытающийся быть кем-то, не как раз попытающийся присвоить все знаки личности. И при этом абсолютно беспомощный, потому что он может только на таком тележке, напоминающей инвалидную коляску, передвигаться, у этого персонажа появляется потомство, появляется вот такой сын Джона Доу, уже связанный, как бы слепленный с машиной воедино. Скульптура Эда Кинхольца «Мальчик, сын Джона Доу», 1961 год. Перед нами мужской манекен, сросшийся на уровне пояса с маленькой копией старого автомобиля синего цвета. Манекен тёмно-серого цвета. На манекене тёмно-коричневая кофта. У манекена две пары ног. Носки одной смотрят вперёд, другой назад. Задняя пара ног одета в кусок тёмной материи, похожей на юбку. На ступнях ласты, передняя пара в широких тёмных штанах и массивных ботинках. И машины, автомобили, как некое продолжение личности, как некий протез личности, будут в творчестве Кинхольца играть огромную роль. То есть это такая же на американской мифологии, такой неотделимости от машины, от автомобиля. И машины будут просто такими постоянными персонажами его инсталляции, опусов. И вот эта самая история с мусором, с ссором, с предметами, найденными на блошиных рынках, с которыми начинает работать. Вот такая очень характерная работа, потому что потом все эти ассамбляжи и скопления разбитых кукол, они просто где только и у кого только не были. У Кинхольца они появляются, может быть, у одного из первых, если не считать, сюрреалистов, если не считать Ханса Бельмера. И понятно, что здесь это сразу напоминает всю эту американскую мифологию фильмов ужасов, что эта кукла, найденная в лавке старевщика, наверняка несет в себе какое-то проклятие. Здесь они все такие достаточно зловещие и мрачные. Опять-таки это образ некого изуродованного человеческого существа, изуродованного детства. И это очень интересное отношение, название отсылает к нас, к будущему, но при этом это очень интересное отношение к тому, что такое ссор, что такое мусор, и какое отношение ссоры мусора имеют к прошлому. Скульптура Эда Кинхольца «Будущее, как запоздалая мысль» 1962 год. На старинном деревянном как бы столике с длинной ажурной ножкой, части которой напоминают по форме резную солонку, стоит некая металлическая круглая подставка. На этой подставке находится скопление хаотично расположенных старых детских кукол. Одни из них – стандартной формы карапузы, другие чуть поменьше. Одни с бледной кожей, другие – мулаты, третий с чёрной кожей. Все они как будто были найдены на помойке, все немного грязноватые, изувеченные. Это собрание кукол соединяется воедино некой металлической лентой. К столешнице, на которой стоит данная конструкция из кукол, снизу приделаны параллельно друг к другу две велосипедные педали красного цвета. Я думаю, что мусор и ссор, и старые вещи у Кенхольца, они принципиально несколько иные, нежели у, например, в то же время начинавшего заниматься похожего рода ассамбляжами Роберта Раушенберга, художника-неодогаиста, художника, близкого к попарту. Потому что то, что делал, например, Раушенберг в мусоре, мусор – это остатки сегодняшнего дня, которые уже очень быстро устаревают, поскольку в мире перепроизводство нового. И поэтому вчерашний день уже обращается в прах, уже обращается в мусор. Это символ быстроты современности. Это вот эти самые вчерашние газеты, в которых никто не нуждается. У Кенхольца мусор – это не остатки современности, это не вчера, которое еще недавно было сегодня. Это очень старое прошлое. Это прошлое, которое заряжено какими-то энергиями, которое заряжено какими-то историями, какими-то сюжетами, нравится нам это или не нравится. И это прошлое, это скорее не ради мы, это скорее найденный объект, каким он был у сюрреалистов, найденный объект, найденный на барахолке, объект со своей историей, объект с прошлым, который сокрыт от того, кто нашел этот объект, и который каким-то образом должен ему аукнуться. Это прошлое, которое не стало историей, которое не стало достоянием музея, которое не описано, которое не утверждено, которое пока что является не антиквариатом, а старьем. Прошлое ненаписанное, не рассказанное, не успокоенное и не похороненное, не погребенное. Прошлое, под которым еще не совершен траур. Прошлое достаточно взрывоопасное. И вот это ощущение этого прошлого, как мне кажется, очень сильно связано именно с американской культурой, где молодая страна, в которой еще история... Прошлое еще не успело окончательно стать историей. Еще очень много прошлого, которое не каталогизировано, которое еще не история, которое еще не обезврежено, которое еще не записано. Поэтому так много историй, так много американских ужасов. Поэтому так замечательно работает этот жанр хоррора с домами с привидениями. Такое ощущение, что в недавних американских домах по совокупности больше привидений, чем во всех европейских средневековых замках, потому что они там еще не успокоились. Поскольку это еще не описано как история. И вот с этим самым прошлым, который никак не может успокоиться и стать историей, и работает Кенхольц. Вот мусор, это работал, вернее, это мусор, это вот это самое еще не успокоенное, не превратившееся в историю, не умиротворенное прошлое. Настоящие реальные предметы, с которыми он работает, предметы, которые вызывают... Настоящие из которых связаны не столько с подлинностью, сколько с физиологичностью. Поэтому одна из ранних работ, тоже очень знаковая, незаконная операция, речь идет об абортах, которые всегда и тогда и до сих пор являются в Америке. И не только в Америке камнем преткновения можно это делать или нельзя это делать, законно это или незаконно, морально это или не морально. Инсталляция Эда Кенхольца «Незаконная операция», 1962 год. На белом полу выставочного пространства или студии лежит круглый вязаный коврик диаметром около полутора метров. Коврик старый, грязный, серого цвета. На нем стоит металлический каркас старого кресла с частично слезшей грязной обивкой. На кресле лежит грязный мешок с отверстием, из которого высыпается серый порошок. Под креслом стоят кастрюля, ведро и медицинское судно, все белого цвета. Слева от кресла стоит старый торшер. Светлый абажур торшера съехал в сторону, видна голая светящаяся лампочка. Справа от кресла стоит низкий круглый столик кораллового цвета. Действительно, очень сильное религиозное настроение, которое… И чем бы это ни было, это всегда некая трагедия, кровь и вот эту ситуацию, трагедия унижения физиологического незаконности и ужаса, который связан с этой операцией. Кенхольц разворачивает без человеческой фигуры, разворачивает только как историю предметов, предметов подлинных, предметов найденных, которые как раз создают это пространство ужаса, достаточно мощное, в которое каждый из зрителей себя может поместить, и который работает, может быть, сильнее, чем если бы речь шла о персонажах. Ну и продолжая эту физиологическую тему, вот такая вот сцена рождения, родов. Инсталляция Эда Кенхольца «День рождения», 1964 год. Фрагмент выставочного пространства. На заднем плане белая стена. На её фоне расположена инсталляция, состоящая из нескольких объектов. Пространство пола, занимаемое инсталляцией, выложено чёрно-белой плиткой в шашечку. В правой части композиции стоит большая серебристая тумба с ящиками. Столешница тумбы сильно выходит вправо. На столешнице лежит скульптура женщины, на ней длинное платье. Прямые ноги разведены в стороны, пальцы рук впились в столешницу. Голова с короткими вьющимися волосами слегка запрокинута назад. Вместо глаз пустые чёрные дыры. Женщина прикована к столешнице ремнями. Женщина, её одежда и ремни одинакового грязно-бежевого цвета, как будто они покрыты ровным слоем глины. Из живота женщины торчат шесть прозрачных длинных трубок с наконечниками в форме стрел. Концы стрел расходятся в разные стороны. В месте, где трубки выходят из живота женщины, они того же бежевого цвета, что её тело. На губах женщины лежит стеклянный шар-аквариум, в котором плавает нечто напоминающее оранжевую медузу. Справа от стола стоит небольшая скамья, на которой лежит пара женских ботинок. В левой части композиции расположена вешалка для верхней одежды, стул и распахнутый чемодан. На стуле и на вешалке висит одежда. Одежда того же грязно-бежевого цвета. Над этими предметами на белой стене висят два чёрно-белых изображения. На обоих изображены серые овалы. Также здесь уже он работает не только с найденными предметами, но и с манекенами, вернее, со слепками человеческого тела. Вот такое состояние, которое, наверное, и чудо, и праздник, и боль, которую он разворачивает в своём духе, такого гротескного физиологического метафорического мира. Это пока всё-таки скорее скульптура и ассамбляжа. Самая знаменитая его первая, его тотальная инсталляция. Действительно колоссальное произведение, которое занимает 40 квадратных метров. То есть как инсталляция, это такой огромный музейный зал. Называется он «Рокси». И это реконструкция некого реального места. По словам Кенхольца, это, как легенда, связанная с этим произведением, гласит, это бордель в штате Невада, где-то в окрестностях Лас-Вегаса, судя по всему. Бордель, в котором он сам бывал, видимо, где, может быть, он, возможно, потерял девственность. Такой архетипический опыт подростка, связанный со страхом, с возбуждением, с каким-то инициацией. И связанный с предметами, которые обставляют это помещение, очень дотошно воссозданными. Это действительно вещи из Невады, это вполне возможно вещи, которые были в борделе. Это такая жуткая выморочность вот этих самых орнаментов, накладывающихся на орнаменты, обоев, ковриков, создающих такой галлюцинаторный эффект мельтешения в глазах. И при этом этот мир, который, вот эта дотошная реалистичность этих декораций, контрастирует с теми персонажами, которые там обитают, потому что мир этот населен вот такими вот чудовищами, монстрами, сделанными из мусора, сделанными из каких-то там, судя по всему, там, черепа, головы акулы, там, ещё чего-то. Опять-таки, из такого сора, найденного на барахолках, на плашиных рынках, вот такого трэша, да, вот трэша, как, видимо, именно уже тут определение даже жанра и стиля, в котором работает Кенхольц. Инсталляция Эда Кенхольца. Перед нами интерьер квартиры. Стены обклеены белыми обоями с цветочным узором. У левой стены стоит старинный диван, обитый оранжевой кожей. Над ним картина в золотой раме. Перед диваном – журнальный столик, на котором стоит круглый аквариум. Слева от дивана стоит небольшой столик, на котором стоит лампа с бежевым абажуром. В центре комнаты, на белом постаменте, стоит фигура, напоминающая фигуру полной женщины без рук. На ней изношенное платье тёмно-фиолетового цвета по моде 20-х годов прошлого века. А вместо головы у неё череп крупного животного, вроде кабана. На черепе парик из рыжих волос. Что здесь важно? Конечно, важна история, что это публичный дом, важна история про то, что превращается сексуальная эксплуатация. Вот это превращение человека, предмета эксплуатации, превращение женщины в объект. И действительно, у него женские фигуры, и мужские тоже превращаются в объект. Эта тема сексуальной эксплуатации, превращение женщины в объект, превращение женщины в чудовище через это, будет у Кенхольца повторяться на этап того смеси отвращения и возбуждения. Будет у Кенхольца повторяться на протяжении всей его карьеры. Вот такое вот американское путешествие, американский глюк, где женская фигура становится частью игрового автомата. Пип-шоу, триптих. Вот все эти истории про таких монстров, жертв, объектов, женщины-объекты, женщины-петиш. Вот такая вот уже поздняя инсталляция, достаточно посвященная, представляющая квартал красных фонарей в Амстердаме. То есть вот эта вся тема превращения в становление объектом, в становление монстром. Но и тоже одна из последних его вещей, где женщины оказываются такой сексуальной игрушкой, фантазмом мужчин. Но при этом сами эти подростки, которые играют в бильярдный стол вокруг этой женской фигуры, сами превращаются в каких-то там чудовища-монстров. Фотодокументация инсталляции Эда Кенхольца из серии «Бильярдный зал», 1993 год. Часть помещения с белыми стенами. На фотографии видна только одна стена. Практически во всю высоту стены находится ассамбляж. Ассамбляж состоит из трёх высоких резных стенных панелей из тёмного дерева с полукруглыми верхушками. В левую панель вмонтировано зеркало. Поверх средней панели приклеен большой неровный холст с чёрно-белым фотореалистичным изображением темнокожего мужчины в чёрной ушанке, чёрной кожаной куртке и тёмных очках. В руках мужчина держит бильярдный кей. Изображение выполнено в натуральную величину. Холст выглядит поношенным и местами покрыт серыми подтёками. Крайняя правая панель полностью деревянная. Поверх панели приклеены старая реклама пива, чёрно-белый фотопортрет женщины и старый железный рекламный знак «Кока-Кола». Справа от панели установлена вертикальная стойка с бильярдными киями. Перед стеной стоит небольшой бильярдный стол. На левом дальнем углу этого стола, широко расставив ноги, сидит манекен женского пола без рук и головы. На нём белая майка, трусы и туфли на каблуке. Между ног трусы окрашены тёмно-красной краской. Манекен сидит таким образом, что его промежность закрывает собой одну из лунок, а ноги совпадают с бортиками стола. Справа, возле противоположного угла, стоит скульптура мужчины. На нём настоящая куртка серого цвета, кепка и джинсы. Одежда грязная, покрытая серыми брызгами. На голове у мужчины олень и рога. Он склонился над столом. Левой рукой он упирается на сукно, а правой держит бильярдный кий. Мужчина примеривается, чтобы ударить кием по шару. Он хочет забить шар между ног женщины-манекена. Второй мужчина стоит слева, у левого ближнего угла стола. На нём чёрная хоккейная футболка с числом 72 на груди и белая хоккейная маска. У него на голове также расположены олень и рога. Он стоит, опираясь на кий и как бы наблюдает за происходящим. Вот эта история, где это настолько чудовищная ситуация, что все её участники превращаются в монстров, а Накенхольцем будет многократно отыграна. Но что ещё, наверное, важно в инсталляции Рокси, это то, что эта инсталляция имеет очень точную датировку. То есть не датировку, не когда была создана работа, а когда происходят описанные события. Я видела эту работу не так, как она представлена в музее в Венеции, в пункте Тель-Адагана музея Франсуа Пеной, она там, как выяснилось, представлена не совсем правильно, потому что там есть все эти предметы, там есть огромное пространство, там есть все детали, но единственное, что там нет, там нет звука. А все инсталляции Кенхольца, по идее, это действительно мультимедийные инсталляции, которые предполагают не только пространство, фактура и предметы, но предполагают использование звука и предполагают запахи. И вот в этом самом инсталляции Рокси, в других инсталляциях должен, по идее, стоять вот этот затхлый запах старых предметов, старой мебели, быльных ковров. И там играет, должна, одна из деталей, это инсталляция, это старинный 30-х годов джукбокс, музыкальный ящик, и, собственно говоря, он должен играть. Играть он должен вещь 43-го года. А и журналы, которые лежат на столе, это тоже журналы определенные, по-моему, там 43-го, 44-го, но одного из годов, которое это действие происходит во время войны. И вот это самое запустение, опустошение и ощущение ужаса и выморочности, которое стоит в этом борделе, это мир, это не просто потому, что это бордель в каком-то инземидлов, но посреди пустыни в Неваде, а еще потому, что это бордель в упустевшем, в опустошенном, опустошающемся во время войны мире. И вот это ощущение, и это мир, который замер, мир, это прошлое, это работа начала 60-х годов, которая отсылает к середине 40-х годов, и поэтому вот эти все достаточно жуткие персонажи, которые там, фигуры, которые там возникают, это, конечно, призраки, это фантомы этого прошлого, и это мумии, это такой вот мумифицированный момент прошлого. И тема мумии, тема вообще мумификации прошлого и сохранение прошлого, которое может сохраниться только в таком чудовищном виде, вообще прошлого как некого ужаса перед прошлым, с которым мы никак не можем расстаться, собственно, груз прошлого, ворох прошлого, это, наверное, один тоже из постоянных сюжетов Кенхольца, как и сюжеты, связанные с сексуальностью, с сексуальным насилием, вот тоже его знаменитая работа, 64-го года, работа, которая, когда ее показывали, когда в 60-е годы в Лос-Анджелесском музее Лакма, куда Кенхольц переезжает в Лос-Анджелес, в конце 50-х годов становится там одной из, не только художников, но и, собственно говоря, ключевой фигуры Лос-Анджелесской художественной сцены, тогда зарождающейся, потому что он открывает галерею, которая была первой в Лос-Анджелесе галереей современного искусства, которая, собственно, вокруг которой все этот Лос-Анджелесский художественный мир консолидируется, и через несколько лет он становится достаточно знаменитым художником, чтобы Лос-Анджелесский музей Лакма предложил ему персональную выставку. Инсталляция Эда Кенхольца «Уловка на заднем сидении, 38, 1964 год». Название инсталляции является игрой слов. С одной стороны его можно перевести как «Уловка на заднем сидении», а с другой — «на заднем сидении Доджа». Перед нами старый автомобиль синего цвета, стоящий на зелёном газоне, на фоне белой стены. Внутри автомобиля на заднем сидении расположены две скульптуры, изображающие мужчину и женщину во время полового акта. Салон машины грязный, на сидениях валяются бутылки, разлито вино. Женская фигура сделана из серого плотного материала и напоминает гипсовый слепок. Мужская фигура сделана из светлой металлической сетки, она почти прозрачная. Мужчина целует женщину, трогает её между ног. Её юбка задрана, ноги широко расставлены. В правой руке у женщины бутылка, левую руку она положила на спину мужчины. Рука мужчины, находящаяся между ног женщины, сделана из гипса, ей сильно выделяется на фоне его почти бестелесной фигуры. На этой выставке выставляют вот эту вот очень провокационную работу, где есть автомобиль, как бы более-менее доделанный, и есть, собственно, вот эта сцена саития, любви, которая происходит на заднем сидении автомобиля, как это, опять-таки, в американских жизнях, в американском сюжете происходит. Сцена достаточно откровенная, где есть две фигуры, вот эта сетка, это не очень отчётливая фотография, это мужская фигура, сделанная из сетки, которая нависает над этой самой растерзанной, разорванной женской фигурой. И когда эта работа появилась, её сочли настолько порнографической для 1966-1964 года и провокационной, что музей её согласился выставлять только при условии, что дверь этой машины будет закрыта всё время, и открывать её будут по часам там, и только при условии, что в зале нету детей. И там подростков, да, что туда можно прийти, увидеть это можно, ну, знаете, как во всех скользких ситуациях, которые нам тоже знакомы, да, только при условии, что люди знают, что они увидят, что они дают на это согласие, чтобы нельзя это было увидеть случайно. Что, естественно, было рекламой, потому что, естественно, стояла очередь 200 человек, чтобы посмотреть эту работу во время сеанса. есть замечательный документальный фильм, снятый в то время, запечатлевший эту выставку Кингхольца в Лос-Анджелесе, и запечатлевший не столько сами работы, как они функционируют, то, что эта дверь открывается и закрывается, что её открывает, что там тоже играет музыка, но и запечатлевший то, как реагирует публика, что кто-то говорит, что это не искусство, что искусство – это шедевры старых мастеров, которые висят в соседнем корпусе музея, кто-то говорит, что это про нашу жизнь и про физиологию, кто-то смеётся, кто-то смотрит с ужасом, как гид очень профессионально пытается объяснить, про что это и почему эта работа – это не порнография, что частично с извинением, частично нет, что это ситуация, которая может казаться романтичной ночью после того, как вы немножко выпили, и которая утром превращается в такой кошмар, что это предупреждение подросткам. В общем, какой-то невероятно интересный документ 60-х годов, что такое было это искусство, как на него реагировали, что такое была публика этого искусства, и надо сказать, что фильм, который опять-таки, что меня поразило, что такое был музей в это время, что какая-то невероятная гибкость, тонкость и продвинутость этого музея, как гиды ведут экскурсию, как они это объясняют, смягчая углы, но при этом как бы донося правильный месседж, если у вас будет время, очень советую поискать этот замечательный фильм в Ютьюбе, это такой прекрасный документ современного искусства, и в Америке 60-х годов очень познавательный. И следующая, опять-таки, гигантская инсталляция, которую делает Кингхольц, уже в своем жанре тотальная инсталляция, его, кстати, достаточно часто западные исследователи сравнивают с Кабаковым, потому что это тот же жанр тотальной инсталляции, это такая же история, как бы тотальная инсталляция, это тоже история исследования прошлого, и прошлого, как неких выморочных пространств, при этом вот та Америка, которую представляет Кингхольц, у него оказывается не менее выморочной, чем Советский Союз, как его представляет Кабаков. И опять-таки, Кингхольц относится к концептуализму, как ни странно, но при этом это концептуализм, вот именно скорее в московском понимании, не работа с текстами, хотя работа с текстами тоже будет, а работа с некоторым рассказыванием истории, следы с археологией. И действительно художники, по-моему, достаточно интересно сопоставимы, но в наши задачи не входит ли сейчас говорить о отечественном искусстве, но вот тем не менее имейте это в виду. Инсталляция Эда Кингхольца, дешёвый ресторанчик, 1965 год. На переднем плане мы видим красные открытые двери бар. За этими дверьми довольно узкое, плохо освещенное помещение с грязным полом и неровным потолком. Справа видна стойка бара, перед ней красные круглые табуретки. За этой стойкой и в двух других частях бара сидят либо стоят скульптуры, изображающие людей, на них повседневная одежда. А вместо лиц у них разного рода циферблаты часов. Фигуры изображают посетителей бара, некоторые повёрнуты друг к другу, как будто общаются между собой, другие склонились над стойкой. Вот такая вот инсталляция. Биннери – это название бара в Лос-Анджелесе, Барнис Биннери. И то, что делает Кингхольц, это опять-таки дословная, подробная реплика этого самого бара, в котором он проводил время. Здесь всё происходит, это не прошлое, это те самые 60-е годы, в которых, собственно, и происходит действие. Бар сделан во всех своих подробностях, но сделан в масштабе 2 к 3, то есть он немножко меньше, чем на самом деле. Но это очень незаметное смещение масштаба, когда ты понимаешь фигуру в человеческий род, когда понятно, что что-то сдвинуто, но непонятно, что. И поэтому возникает такое ощущение искажённого масштаба, искажённого пространства, при том, что это пространство, в котором ты можешь войти, в котором зритель должен пребывать. Единственная фигура, у которой есть лицо, у которой есть портретное сходство, это вот этот персонаж, это, собственно, Барни, владелец этого бара, Биннери Барни. Все остальные персонажи, тоже достаточно, видимо, имеющие портретное, имеющие некие сходства, имеющие прототипы среди посетителей этого бара, они все без лиц. Вместо лиц у них часы. То есть это, опять-таки, тема времени и запечатления времени, с которой Кингхольц постоянно работал. И все эти часы остановлены, все они показывают одно и то же время, 10 часов 10 минут. И для Кингхольца это было ощущение, что мир бара, это место, куда люди приходят тратить время, убивать время, проводить время, выключаться из реальности, что это мир вот такого восстановленного времени, контрастирующий с миром газет. Это то, куда бегут от реальности, куда бегут от современности, куда бегут от отхода времени, поэтому все часы остановились. Ну и при этом, опять-таки, остановка часов, это та же самая история про то, что происходит, как человек постепенно превращается в объект, будь это, как человек расчеловечивается, как человек мутирует вот этот самый мир, вещественный мир, мир объектов, мир предметов, то же, что мумифицируется в этот мир предметов, то же, что Кингхольца постоянно будет занимать. Как я уже говорила, он был заметной фигурой художественного мира Лос-Анджелеса, и поэтому одна из его инсталляций посвящена, собственно, этому художественному миру. Она так и называется художественная выставка, тоже ее очень любит сравнивать с Кабаковым. Что там происходит? Это выставка фиктивного художника, то есть это выставочный зал музейный, где на стенах, как полагается, висят картины, но это картины, сделанные Кингхольцем, но подписаны неким вымышленным художником. А, собственно, смысл выставки – это в том, что среди этих картин стоят вот такие вот фигуры, фигуры, фигуры слеплены, каждая из которых была слеплена с реальных персонажей, друзей, приятелей, знакомых Кингхольца по Лос-Анджелесскому художественному миру того, 60-х годов, то есть они как бы в то время опознавались, но вот они так странно модифицированы. Опять-таки, как у Кингхольца, это мультимедийная самая настоящая инсталляция, то, что у них у всех, то, что везде вот эти ящики у них на груди, это кассетники, кассеты, это не кассетные, но даже катушечные магнитофоны, то есть они содержат звукозапись, радиаторы автомобильные вмонтированы их в головы, скульптуры работали, реагировали на приближение к ним зрителей, то есть когда реальная публика, которая приходит смотреть инсталляцию Кингхольца, смешивается с этой самой толпой, как только ты приближаешься к одному из этих персонажей, он как бы включается и оживает, и начинает проигрывать свой текст. Фотодокументация фрагмента инсталляции Эды Кингхольца и Нэнси Рэддин Кингхольц — художественная выставка. Выставочное пространство с белыми стенами. На стенах висят живописные работы, коллажи и ассамбляжи. Весь зал заполнен скульптурами и изображениями людей в натуральную величину. Они сделаны из твёрдого материала и напоминают скульптуры из раскрашенного дерева или папье-маше. Некоторые фигуры как будто смотрят работы на стенах, другие общаются друг с другом. Скульптуры выполнены реалистично, но слегка небрежно. Фигуры одеты в яркую одежду. Из груди у них торчат прозрачные коробки с различными проигрывающими механизмами, а вместо лиц — решётки автомобильной вентиляции. На переднем плане расположена женская фигура. В кадре только её голова и плечи. У неё длинные чёрные волосы, на ней голубая блузка. Из груди торчит прозрачный ящик, в котором расположен механизм со множеством проводов. Лицо скульптуры абсолютно гладкое. В центре лица расположен блестящий хромированный овал с круглой решёткой. Это решётка автомобильного кондиционера. Тексты эти были записаны теми самыми людьми, из которых Кингхольц делал слепки. И при этом начинает звучать текст, и из этих самых вентиляционных отверстий на их лицах, в головах начинает идти горячий воздух. В английском языке есть выражение, где горячий воздух обозначает пустопорожнее высокопарное болтовнё. И это, собственно говоря, то, что те тексты, которые Кингхольц просил своих друзей записать, это те тексты об искусстве, это действительно вернисажный трёп, фрагменты статей и так далее, то, что сами эти люди считали пустой болтовнёю. Соответственно, публика оказывается внутри ситуации, где каждый из персонажей несёт вот этот самый вернисажный пустой трёп, вернисажную болтовнё, и при этом действительно обдувая зрителей потоком горячего воздуха. То есть это некое... И поскольку тексты, во-первых, выбраны так, чтобы они были идиотскими, насколько я понимаю, это создаёт такой совершенно абсурдный театр, в котором ты попадаешь и показывает всю абсурдность художественного мира, но и всю жуть этой ситуации, этой обычной ситуации, привычности, всю жуть обыденности, то самое, что у Фрейда называется термином «жуткое» в русском переводе, и то, что в других переводах более-менее обозначает пугающая повседневность, пугающая обыденность, вот эту самую жуть, обыденность, жуть привычной, жуть, которая кроется за привычным миром, Кингхольц прекрасно и показывает, даже если эта работа, на первый взгляд, сатирическая, при этом они настолько очевидно чудовищны, что это никакой сатирой не объясняется, это всё-таки какая-то история, в которой к смешному, сатирическому и к каламбурному примешивается вот это самое ощущение жути, с которой он работает, жути превращения человека во что-то другое, может быть, даже в этот самый автомат для проигрывания одних и тех же умных речей, которые надо произносить и выдавать на абернисаже, в силу, так сказать, привычки художественной жизни, вот что они и задают. Вообще некая история с механизмами и с машинами тоже Кингхольца очень занимает, потому что машина – это такой механизм, это такое первое подобие человека, робота, поэтому у него возникает вот такой вот компьютер абсурдный, такая абсурдизация механического мира, мира механизмов и абсурдизация телевизора. Кингхольца, телевидение Кингхольца, один, можно сказать, из пионеров того, что у нее еще не видеоарт, а видеоскульптура, то есть скульптура, частью которой является телевизор, что-то похожее в то же время делал Вольф Орстел, один из участников движения «Флюксус» в Германии, то есть действительно, когда это обыгрывается, не телевизор как телетрансляция, а телевизор как предмет, телевизор как часть скульптуры. Инсталляция Эда Кингхольца, реклама номер 2, 1971-1973 годы. Фрагмент выставочного пространства с белыми стенами. У одной из стен стоит массивный резной шкаф из темного дерева. Перед ним на красном ковре с растительными узорами стоит белое кожаное кресло на тонкой хромированной ножке. Справа от кресла расположен белый круглый журнальный столик. Напротив кресла и столика возле шкафа стоит белый телевизор на подставке в виде тонкой ножки. К белому экрану телевизора прикреплена красная табличка с текстом на английском языке «Легализуйте аборты». Весь экран в белых потёках краски. У Кингхольца телевизоры не работают. То, что должно показываться по телевизору, заменено чем-то другим. Есть такая прекрасная буржуазная гостиная, в которой стоит телевизор, который надо смотреть. Но при этом на этом телевизоре наклеен стикер на бампер с этим самым слоганом, который вряд ли можно было услышать или увидеть по американскому телевидению того времени. Вот такая работа, где телевизор просто исходит дерьмом. Может быть, это такая очевидная... И делает это достаточно жутко. Это очень физиологическая работа. Если попытаться материализовать выражение «зомбоящик», то зомбоящик, как ящик зомби, должен выглядеть примерно вот так. Скульптура Эда Кингхольца «Полезное искусство номер один», 1992 год. Перед нами коричневый деревянный комод с пятью ящиками. Верхняя поверхность комода застелена тонкой белой салфеткой. На салфетке справа лежат мелочи и старомодные очки. От них неровными линиями вниз по поверхности шкафа тянутся тонкие подтёки белой краски. Над комодом в воздухе закреплена картина, на которой изображён волк на фоне снежного пейзажа. Слева под картиной стоит маленький телевизор. Вместо экрана у него светло-бежевая масса, напоминающая человеческие ягодицы. Между ягодиц и зануса торчит кусок фекалий. Несколько скульптурных изображений фекалий лежат под телевизором на комоде. И вот по своей физиологии, по физиологизму, конечно, это предвосхищает, может быть, ранние фильмы Грандберга, где у него видеодром. Но в таком более грубом, более сатирическом варианте. Но действительно, жуткая физиологичность этого телевизора, который истекает потоками нечистот. И, может быть, одна из самых жутких работ, тоже связанных с телевизором, опять-таки такая уныло-правильная гостиная буржуазная, работа 1968 года, где стоит телевизор, вот, полагаю, как бы привычные телепередачи. Опять-таки, это телевизор. Но перед этим телевизором такой бетонный блок, похожий на надгробие. И выглядит он вот так вот. Фотодокументация инсталляции Эда Кенхольца «Последний вид последнего момента», 1968 год. Инсталляция представляет собой интерьер жилой комнаты с белым полом и чёрными стенами. У одной из стен стоит большой серый диван. Перед ним расположен длинный журнальный столик из тёмного дерева. Слева на столике стоит небольшая композиция из крупных светлых цветов. Слева от дивана на боковой стене большое окно с лёгким белым тюлем. Напротив дивана у противоположной стены стоит телевизор. Его корпус сделан из серого камня и напоминает старинное надгробие. У телевизора маленький выпуклый экран из полупрозрачного жёлтого стекла. На экране выгравирована надпись с чёрными буквами на английском языке. Потери этой недели. Погибшие американцы — 217, раненые американцы — 563. Ниже расположены, плохо различимые на слайде, данные о потерях врага. За полупрозрачным стеклом экрана видна оторванная кукольная голова. Это данные о погибших на войне во Вьетнаме, которые тогда в самом разгаре, и в самом разгаре на подъёме находится антивоенное движение в Америке. И за этим экраном, с этими данными, лежит вот эта самая кукольная голова разбитая. То есть, что бы ты ни смотрел по телевизору, всё равно в 68-м году телевизор будет всегда про это, даже если он про это не говорит. Такая история про медиа. И в том же году Кингхольц делает свою, наверное, главную антивоенную работу, одну из главных антивоенных, таких плакатных работ американского искусства того времени, переносной мемориал войны. Это в натуральный размер фигуры, в натуральный рост, где есть как бы одновременно посвящённый сразу всем воинам, где первая часть – это дядя Сэм, который, Америка, нуждается в тебе. И это плакат ещё первой мировой войны американский. Там есть отсылки к Второй мировой войне. Инсталляция Эда Кингхольца «Передвижной мемориал войны», 1968 год. Пространство галереи с белыми стенами. Вдоль одной из стен расположена масштабная инсталляция. На первый взгляд инсталляция производит впечатление реконструкции фрагмента улицы. На переднем плане тротуар с уличными столиками, на заднем – фрагменты стен зданий. Инсталляция почти монохромная, использована преимущественно серый, чёрный и белый цвета. На переднем плане стоят металлические уличные столики и кресла. Слева от них, в крайней левой части инсталляции, расположено большое перевёрнутое металлическое ведро для мусора. Из-под ведра торчат ноги в брюках и ботинках, как будто кто-то надел ведро на себя и пытается под ним спрятаться. Сверху из дна ведра торчит часть головы спрятавшегося человека. Правее расположена скульптурная группа, изображающая солдат. На них каски, тяжёлые армейские ботинки, армейская форма. Пространство под касками пустое, как будто у солдат нет лиц. Фигуры серебристого цвета. Солдаты стоят плотной группой. Один из них ногой опирается на перевёрнутый стул. Их позы устремлены к одному из столиков, на который они собираются водрузить небольшой серый флаг на длинном флагштоке. Стена за их спинами сделана из серой стали. В левом верхнем углу этого куска стены расположено чёрно-белое изображение плаката с призывом вступать в армию. На плакате изображён худой пожилой мужчина в цилиндре, дядюшка Сэм, который пальцем указывает на зрителя. Его цилиндр раскрашен в цвета американского флага. Справа от металлического куска — фрагмент стены чёрного цвета. Наверху стены — большой объёмный крест белого цвета. На кресте выгравирована надпись на английском языке «Портативный военный монумент в память о». Вместо дня и года на кресте установлены две маленькие чёрные меловые доски. Под крестом висят два куска мела на верёвочках. Чёрная стена вокруг креста также исписана мелом. Эти надписи — названия различных исчезнувших в результате войн государств. Следующий участок стены изображает небольшое уличное кафе, торгующее хот-догами и чили. Под объёмной надписью расположено чёрно-белое фотореалистическое изображение прилавка, перед которым на высоких стульях сидят мужчина и женщина. Напротив него на улице стоят столики и стульчики. Над одним из столиков раскрыт белый зонт. Рядом с кафе стоит аппарат с напитками. Там, естественно, это война во Вьетнаме, поэтому это первое, что считывается. Но при этом это идёт отсылки и к Первой мировой войне, и ко Второй мировой войне. Вот эта чёрная стела в середине солдата без лиц, которые водружают флаг непонятно на чём. Вот это огромное на столике кафе, то есть над обыденностью, над разбитой мирной жизнью, которая, наверное, какой-то покорённой вражеской высотой. И вот этот самый обелиск, на котором написаны названия стран и городов, которые исчезли с карты мира за время всех войн XX века. Это такой мемориал исчезнувшим городам, исчезнувшим странам. И дальше такая совершенно спокойная сцена людей, которые сидят в кафе, думая, что пока что аппарат с Кока-Колой работающий, действующий, думая, что их это пока что не касается, хотя это всё идёт уже перед ними. И война эта идёт не с врагом, и война эта идёт, собственно, никаких врагов, никаких траншей, никакой военной техники здесь нет. То есть это мирная жизнь, участники, которые думают, что пока это к ним не имеет отношения. И, собственно говоря, именно эта мирная жизнь и будет, того и гляди, побеждена в этом самом таком монументе, по своей эстетике, наверное, напоминающем больше всего инсталляции дадаистов времён после Первой мировой войны. Это действительно ощущение того, что что-то недопустимое, это не осуждаемое, непредосудительное, это не неправильное, это то, что вызывает ужас и отвращение. И вот это отношение к войне как к чему-то, что вызывает ужас и отвращение, как к чему-то гротескному и непристойному почти, это то, что было у дадаистов, и то, что после Первой мировой войны, и то, что Кингхольц повторяет и показывает в конце 60-х в Америке во время войны во Вьетнаме. Ну, как я уже говорила, Кингхольца относят к концептуальному искусству, и у него действительно были совершенно концептуальные работы, которые так и называются, концепт таблока, это концептуальная картина, делал он их, надо сказать, до того, как термин «концептуализм» запустили, или одновременно с тем, как термин «концептуализм» запустили, собственно, Соло Левит и Джозеф Кошут. Это описание, забранное в рамку, описание работ, которые он не собирается сделать, но ещё не сделал. То есть они выставлялись вот таким образом, в расчёте на то, как привлечение возможных инвесторов. Работа Эда Кингхольца из серии «Концептуальные картины». На белой стене одна под другой висят две небольшие рамки. В верхней рамке на золотом фоне чёрными буквами написано имя «Майор Сэм Этсель». В нижней рамке на белом вертикально ориентированном листе напечатан текст, который невозможно разобрать на данной фотографии. Вот у меня есть проект работы, я ищу на него деньги, но если вы не хотите вложиться в саму эту работу, вы можете купить этот проект, это описание этой работы. И надо сказать, что некоторые работы из этих Кингхольц реализовал, в том числе одно из описаний этих работ, это «Государственный госпиталь», стоит работа, которая сначала возникает как сценарий, потом он его реализует. Это работа 1966 года, тотальная инсталляция, опять-таки, которая сначала показывается в таком виде, потом в неё можно войти, открыть, что там внутри. Инсталляция Эда Кингхольца, Государственная больница, 1966 год. Перед нами простое белое прямоугольное помещение, похожее то ли на тюремную камеру, то ли на какой-то гараж. Посередине, на фасаде, мы видим дверь. Дверь разделена на три квадратные части. В верхнем квадрате — окно с решёткой. В левом верхнем углу на фасаде висит табличка с надписью «World 19», Палата 19. Речь идёт о психиатрической больнице, потому что Кингхольц, как я уже говорила, самоучка, и до того, как стать художником, перебраться в Лос-Анджелес, открыт галерею, он там переработал на множестве разных работ. Он был там, торговал подержанными автомобилями, был декоратором, был там, торговал пылесосами, ну, такие вот, как бы, американские. И работал в конце 40-х годов, в 47-м году он работал санитаром в психиатрической больнице. И, собственно говоря, по воспоминаниям об этом периоде его жизни он и делает эту работу. О невыносимости условий, в которых были эти несчастные пациенты, вернее, заключённые этого психиатрического госпиталя. Ну, работа 66-го года, напомню, что в 62-м году был опубликован, вышел роман «Полёт над гнездом кукушки», который, в отличие от фильма 70-х годов, это не реалистический роман, а такой совершенно психоделический, который, собственно, описывает реалии, как бы эту психиатрическую психушку, как такой, кстати, фантазматический, жуткий мир, потому что это написано от лица одного из пациентов. И Кизи, писатель, принадлежавший к поколению битников, опять-таки, к кругу писателей битников, с которым тоже Кенхольца достаточно часто сравнивается, с этой литературой, что оказывается внутри этой клиники. Инсталляция Эда Кенхольца – государственная больница, 1966 год. Помещение с белыми стенами и тёмным полом. У одной из стен стоит железная двухъярусная кровать. Под кроватью на полу стоит больничное судно. На кровати лежат две почти идентичные скульптуры, изображающие истощённые тела мужчин. Одна скульптура лежит на нижнем ярусе, другая – на верхнем. Мужчины обнажены, их кожа жёлтого цвета, покрыта подтёками сероватой краски. Они лежат на боку, лицом к зрителю, колени согнуты. Руки согнуты в локтях и лежат на уровне головы. Кисти рук связаны широкими чёрными ремнями и привязаны к кроватям. Вместо лиц у них овальные аквариумы. На верхней полке установлена конструкция из неоновой трубки, светящейся розовым цветом. Трубка изогнута так, что образует горизонтальный овал в длину равной кровати. Контур овала в его левой нижней части изгибается, образуя треугольный шип. Таким образом, неоновая конструкция похожа на огромный бабл, как те, что используют в комиксах, чтобы проиллюстрировать слова или мысли героев. Конструкция установлена так, что плоскость верхней полки практически делит овал пополам, а треугольный шип этого бабла оказывается возле головы мужчины на нижней полке. Получается, что фигура мужчины на верхней полке заключена в розовый неоновый бабл, а мужчина с нижней полки как будто бы думает о нем. Оказывается, вот такая вот койка с двумя фигурами, напоминающими мумии, достаточно жуткого вида. То есть это как бы действительно вот это нечеловеческие условия, которые превращают некогда человеческие существа вот в это вот. Это и, собственно говоря, безумие, как то, что превращает человека в нечеловека. И то, что у них вместо головы, это аквариумы. И в этих аквариумах плавают рыбки живые. То есть это то, что вот это ощущение метафора плененности человека в этом теле, в этой оболочке, в этих обстоятельствах, в своем сознании, которое он делает, которое он показывает, очень жуткая работа. И тоже странным образом, это 60-е годы, предвосхищающие еще всякую, там, не только фильмы ужасов про больницу, я думаю, что там американскую историю ужасов, те, кто смотрел, вспомнили, да, замечательный сериал. Но и историю, может быть, всякие там, вскрытие пришельцев, да, хотя эта иконография потом появляется, явно потом, но при этом вот это очень нечеловеческое, и присутствие нечеловеческого страдания, нечеловеческого существа, которое здесь есть. Тоже одна из самых, тоже социальная работа, 70-е годы, 72-й год, пять машин, огромная бизансцена с пятью настоящими машинами, напоминающая площадку для киносъемок, и поэтому даже вот сцена, фотография, которую показывает Кенхольца, работающего над этой инсталляцией, выглядят как сцена со съемок кинофильма, очень подробные, там, пять машин, множество слепков человеческих фигур, это слепки, чьи из реальных моделей, чьи лица прикрыты пластмассно-резиновыми масками, и достаточно жуткая сцена, что в этой истории происходит. Это история про суд Линча, про собрание вот этих белых фермеров, реднеков, которые собираются кастрировать негра за то, что у него был роман с белой женщиной. То есть такая абсолютно протестная работа, где есть эта женщина напуганная в машине, где есть эти превращающиеся в чудовища фермеры, и где есть эта жертва, у которой уже нет лица и практически нету тела, потому что тело — это контейнер с водой, в котором плавают эти буквы, складывающиеся в слово «ниггер», которое теперь благополучно запрещено в Америке, да, и тогда, и которое произносит, как бы, вот именно такой знак расизма предельного. Вот, и все истории, связанные с расизмом, с идентичностью, тоже это история, которая постоянно у Кенхольца присутствует. Инсталляция Эда Кенхольца «Клод Нигер-Клод», 1988 год. Большой музейный зал. В центре на небольшом постаменте установлен фрагмент какого-то интерьера. Кажется, что часть помещения просто вырезали и разместили в музей. Инсталляция занимает на полу небольшой квадрат, приблизительно полтора на полтора метра. Пол инсталляции покрыт чёрно-белой плиткой, выложенной шашечкой. Инсталляция разделена на две половины решёткой с толстыми вертикальными прутями. В ближней к нам половине, спиной к зрителю, стоит скульптурное изображение мужчины. На нём серый брючный костюм. За его спиной возле решётки стоит чёрное мусорное ведро с нарисованными на нём белыми стрелками. Перед ним вдоль дальнего края инсталляции расположена вертикальная деревянная панель. На ней висит зеркало в резной раме. Мужчина как будто смотрит в зеркало. Его голова сделана из сетки. Спереди к сетке прикреплён фотопортрет темнокожего человека, кожа которого покрыта белым гипсом. Возле чёрного мусорного ведра с другой стороны решётки стоит ещё один мужчина. На нём красная футболка и джинсы. К его лицу прикреплён фотопортрет чернокожего, без грима. На решётке перед ним, судя по всему, простое, никак не обрамлённое зеркало. В том числе повторяется вот такой работе 80-х и 88-го года с афроамериканцем, который в этой странной клетке, напоминающей лифт, напоминающий тюремную камеру, встречается с собственным белым двойником и пытается понять, кто из них, кто вот такой морок встречи своего двойника, который он разыгрывает. В инсталляции, где у неё появляются уже не слепки, где появляются фигуры, сделанные из сетки, у которых вместо лиц фотографии, что наш образ привычный, наша социальная идентичность является маской, которую мы носим, является фотографией, которую мы предъявляем, но которая не является нами. Инсталляция Эда Кенхольца «Ожидание» 1964-65 годы. Выставочный зал с белыми стенами. Зал небольшой, его ширина около 4 метров. Всю его ширину занимает инсталляция, изображающая фрагмент интерьера. Интерьер выглядит очень старым. Представлен фрагмент одной из стен и тёмный деревянный пол. Низ стены обит панелями из тёмного дерева. Слева и справа, сразу над панелями, видна белая стена галереи. В центре инсталляции её стена продолжается вверх, в виде полукруглого фрагмента, обклеенного потёртыми тёмно-жёлтыми обоями с крупным цветочным узором. На стене висит старинный фотопортрет мужчины в овальной раме. В центре инсталляции, под портретом, стоит массивное деревянное кресло. Слева от кресла стоит торшер. Справа – небольшой столик, по-видимому, с фотографиями. В правом углу комнаты висит клетка с живым попугайчиком. Перед креслом лежит большой круглый белый ковёр, на котором стоит маленькая табуреточка и небольшая круглая шкатулка. В кресле сидит небольшая фигурка девочки или девушки в выцветшем фиолетовом платье с зелёными узорами. На груди у неё висит огромное ожерелье из банок с разными мелкими предметами внутри. На ногах чёрные тряпичные туфли. Сама фигура буквально собрана из старых костей животных. Вместо лица – маленький старинный фотопортрет девушки или девочки. На коленях у фигуры сидит чучело кошки. Одна рука девушки лежит и у кошки на спине. И с этим же Кенхольц, вот с этим образом, лицом, который отделяется от человека, будет продолжаться. Тоже это один из его постоянных сюжетов. Вот такая вот работа «Ожидание» довольно старая. Ожидание смерти, ожидание конца, где есть фигура старой женщины, видимо. Фигура, которая собрана из костей, но это кости животных. Костя животных, то есть фигура человека, который буквально обращается в прах, буквально рассыпается на части, обращается вот в этот самый мусор. И единственное, что у нее это человеческое, это фотография ее молодой, видимо, но этого персонажа, молодой, как бы, фотография, которая уже выглядит, как фотография с могильного камня. И бутылки, которыми она оббешена, бутылки, в которых содержатся сцены ее прошлого, то есть такой погребенность под собственным прошлым. Единственное, что в этой сцене живое, это живой попугай, клетка с живым попугаем, который включен в эту инсталляцию, вот как бы, как то, что окружение. И такие же сцены, одиночество, вот этого расслоения человека, который перестает быть самим собой, который отделяется от самого себя, который должен носить свой привычный облик, как маску, Кенхольц его создает во многих своих инсталляциях. Вот такая вот огромная инсталляция, где один и тот же человек повторен три раза, который немножко напоминает картины Эдварда Хоппера вот с тем же состоянием отчуждения, одиночество, да, но в гораздо таком более физиологическом и мусорном, и трэшевом, в высоком смысле этого слова, варианте. Инсталляция Эда Кенхольца «Констанальция Эдварда». фотореалистический пейзаж индустриальной зоны большого города. Перед окном в центре комнаты стоит единственный деревянный стул. У левой стены стоит старая односпальная кровать. Комната настолько маленькая, что между предметами едва можно протиснуться. Стены комнаты оклеены коричневыми обоями в косую клетку, однако цвет их как будто сошёл, сохранившись лишь в некоторых местах. Остальная часть стен выглядит почти белый. В комнате присутствуют три скульптуры, изображающие одного и того же человека за разными занятиями. Это мужчина лет шестидесяти. На нём нет одежды, кроме белых семейных трусов. Вместо голов у всех фигур рамы с чёрно-белыми фотоизображениями головы пожилого мужчины в разных ракурсах. Одна скульптура мужчины лежит на кровати, он читает книгу. Другой сидит на краю той же кровати и, разложив на стуле карты, играет сам собой. Третий стоит у окна и, скрестив руки на груди, смотрит на улицу. Инсталляция передаёт ощущение замкнутой, беспросветно-однообразной жизни одинокого пожилого человека. Вот так тоже у него постоянно повторяющийся сюжет. И в какой-то момент даже, может быть, более значимым, чем сами эти фигуры, становится пространство, в котором он оказывается, как пространство второсортного отеля или мебелированных комнат, опять-таки, воссозданного во всех подробностях, но опять-таки в пропорции, в уменьшенной пропорции. Так что зритель, который оказывается там, даже не сразу понимает, почему это пространство такое гнетущее, клаустрофабическое. У тебя чуть-чуть мир сжался вокруг тебя. Мир, который представлен здесь, это мир, который постоянно сжимается, который стал, скукоживается, становится меньше. Религия тоже один, война, религия, власть, в общем, сексуальность, все главные темы мира здесь присутствуют. Кингхольц вырос в семье, очень религиозной семье, поэтому, особенно, это что такое религия для Америки, что это и для него лично было, для него очень важно, вот такой вот уголок Иисуса. Собственно, это найденный объект, это повторение реальной витрины магазина где-то в американской провинции, которую он увидел, где в этой витрине был маленький такой алтарь с какими-то непонятными фигурками, которые он нашел, перевез и воспроизвел, как такой археологический факт. И такая же, как бы, всевозможные кресты, которые оказываются все время не крестом, а каким-то таким идолом антивоенным. Работа Эда Кингхольца «Иисус Христос провёл Большую шараду» 1993-1994 годы. На стене в шахматном порядке висит множество небольших металлических крестов, к верхней части которых приделаны разные открытки и дешёвые иконки с изображениями лица Христа. Открытки иконки располагаются в центре крестов над горизонтальной линией. На её концах приделаны маленькие кисти рук, взятые от фарфоровых кукол, а внизу вертикальной линии такие же фарфоровые ножки. Все кресты представляют собой вертикально приделанные к стене дышло игрушечных повозок, высотой около 50 см. Дышло — это одиночная оглобля, то есть перекладина, прикрепляемая к передней оси телеги. В телеге к такой оглобле с обеих сторон привязывают пару лошадей. В данном случае использованы металлические дышла, с одной стороны расширяющиеся и образующие металлический треугольник. К широкой части этого треугольника прикреплены тонкие горизонтальные прути, передние оси этих игрушечных повозок. Таким образом, сама оглобля образует вертикальную линию креста. Металлический треугольник дышла образует место пересечения вертикальной и горизонтальной линии, а передняя ось игрушечной повозки — горизонтальную линию. И потрясающая огромная работа с 76 найденными реальными кичевыми изображениями Иисуса, которые превращаются в такое невероятное капище языческое. Ощущение, как религия растворяется в суеверии, растворяется в этом же старье, в этом самом мусоре верования, мусоре предрассудков, мусоре суеверий. Но мусоре при этом, как любой мусор, увлекательным для рассматривания, таящим какие-то секреты, какие-то тайны, какие-то загадки. Вот такой странный архаичный мир, в котором может обернуться религия. Одна из самых грандиозных, поздних инсталляций Кенхольца — парад Азиманди. Я напомню, кто такой, что за персонаж Азиманди. Это персонаж стихотворения английского романтика Перси Бейшишеля, написанного в XIX веке, в связи с тем, что британский музей купил невероятную огромную египетскую статую фараона Рамзеса II. Азиманди — это транскрипция имени Рамзеса. И это стихотворение о том, что посреди пустыни стоят оставшиеся от некогда гигантской статуи только две огромные ноги, и разбитая голова этой статуи, пустыня, ничего. И на этом самом совершенно изваянии, которое показывает отсутствие памяти, отсутствие величия, надпись на постаменте «Я царь царей». То есть Азиманди — это история тщетности величия, тщетности власти и, собственно, о суете-сует. Парад Азиманди — это гротескная история о том, как тщетно, гротескно и ужасно и коррумпирована любая власть во всех ее амбициях, и военных, и каких бы то ни было, которые превращаются в фрик-шоу, в парад уродов, тоже в лучших традициях, опять-таки дадаистских манифестаций сразу после Первой мировой войны. Фрагмент инсталляции Эда Кенхольца «Парад Азиманди, 1988 год». Затемнённый зал. В центре установлен большой подиум с зеркальной поверхностью. На переднем плане композиция из двух скульптур — сгорбленной пожилой женщины и сидящего у неё на спине мужчины в военной форме. На женщине зелёное платье из лёгкой ткани. Вместо головы у неё череп. Она опирается на две белые трости. На голове у неё белый берет. На спине у женщины сидит мужчина в зелёной военной форме и орденах. Рот у него закрыт белой лентой, на которой написано чёрными буквами «ОК». В одной руке у него красная коробка с антенной, похожая на пульт дистанционного управления. В другой — древко, которое он зажал под мышкой, как пику. С конца древка свисает звезда Давида золотого цвета. Под звездой закреплён католический крест. На заднем плане расположена лежащая на спине коричневая лошадь. К её брюху прилажено седло, на котором сидит мужчина в длинном чёрном пальто. Мужчина сидит лицом к задним ногам лошади. В левой руке у него музыкальный инструмент — труба. В правой — длинный флагшток, на верхушке которого закреплён швейцарский флаг и вентилятор. За счёт вентилятора флаг развивается. Вот такая штука, очень подробная, требующая рассмотрение, требующая присутствия в ней, присутствия соучастия. Инсталляция Эда Кенхольца «Карусель мира» или «Дитя случая» и «Запуск удивительной лошади» 1988-1992 годы. Перед нами яркая одноярусная карусель, стоящая в выставочном пространстве. Спереди к карусели прикреплено большое крутящееся колесо с разноцветными секторами. Аттракцион, который часто называют «колесом фортуны». В центре карусели тёмный узкий проход, который преграждает яркая оранжевая табличка с надписью на английском «Только один человек за раз». И тоже одна из последних вещей Кенхольца сделанная – это карусель движения вокруг мира. Карусель, где зритель, который мог крутить это колесо, рулетку, выигрывал одно из пространств восьми частей этой самой карусели, как бы одной из возможных жизней, самых разных – это богатую, бедную, в той стране мира, в другой стране мира. И вот эти все возможные жизни, укомплектованные предметами, объектами, образами, привезёнными из разных стран мира, собственно, в этом карусели перерождения, карусели возможных жизней Кенхольца и демонстрировал. И, может быть, одна из самых его пронзительных действительно работ – это, собственно, его похороны. Он умер от сердечного приступа, и, не знаю, сам он оставил это завещание, или это была идея его, Нэнси Кенхольц, но сами его похороны превратились в такую, его последнюю инсталляцию. Вместо гроба его похоронили в автомобиле 40-го года, вот в том самом одном из американских автомобилей, которые были постоянными сюжетами его работы. Он сидел на переднем сиденье, в кармане у него была колода карт и доллар, бутылка старого вина и урна с прахом его собаки. И, собственно, в могилу его закатили в этой машине, как погребальная ладья викингов. И, собственно говоря, может быть, вот эта история, последняя инсталляция Кенхольца, которая стала его гробницей, в таком, как писали, они совершенно египетские похороны, может быть, еще и объяснять, чем, собственно говоря, были все его предыдущие инсталляции, которые все были вот этой самой египетской гробницей, да, или китайской гробницей, в которой складывают все, что покойный должен найти на том свете, все, что он хочет с собой взять. Поэтому огромное количество предметов, объектов и так далее, которые нужны только для того, чтобы только на том свете, только вот это прошлое, которое мы пытаемся утащить с собой. Поэтому такая мертвенность этих работ, которые там всегда присутствовали, и вот такая страшная, прекрасный вариант превращения собственных похорон в последнюю перформанс, в последнюю инсталляцию, которая, собственно говоря, отчасти ставит точку и объясняет все предыдущие произведения.